У меня вот друг есть, он православный, но он Библию никогда не читал вот так целиком. И вот он спрашивает, как ему лучше начать читать Слово Божие, с Нового Завета или с Ветхого? С Нового. А попутно сразу начинает и Ветхий Завет, чтобы ознакомиться кратко хотя бы. И старается золотые стихи выловить, которые его касаются, выписать их, заламинировать, заучить наизусть, запоминать, какое место, глава, стих. Память развивается лучше всего при чтении Библии. Старики-то в маразм попадают и говорят, ну пускай хоть до ста считают, до ста. А когда Господь открывает, Он истину знает. И тогда память все Бог даст. Вот у мусульман, у них книга, но она по-другому называется. Я вам вот покажу ее. Смотрите, если, вот видите, вот она какая. Камера не включена, Игнатий Тихонович, у вас. Так что не видно? Видно, видно, все видно. Ну вот, вот эта книга, вот эта книга. Вот человек попал за убийство, за измену там Родины или как-то, ну, приговоренный к смертной казни. А он считает там, ему дают эту книгу. А бывает пожизненная. Вот если он наизусть запомнит всю, его выпустят в любой день. И он сидит только долбит и долбит. И уже несколько человек было, которые, ну, может какие-то там отдельные слова, они уже не привязываются. Это не игрушка. Правда, их книга меньше нашей Библии в 5,17, ну, в пять с лишним раз меньше Библии. А она меньше Нового Завета, маленькая. Один там 15. Я этим делом много лет занимаюсь. И вот поставили такое условие. Одно только, выучить. А если бы было у русских сейчас, стали бы учить Новый Завет. Сказали, Новый Завет наизусть. Не могу сказать. Думаю, что человек-то выгадывать-то нечего. Он мог бы это сделать там в Белом Лебеде, где сидит. Так что пускай он занимается этим, как приговоренный к смертной казни. Считает каждый день последним. Не так, сегодня я считал, завтра нет, ничего не получится. Люди, которые у нас учатся, даже вот в семинарии учатся, он добивается, делом показывает, что ему можно доверить два курса за год. А есть такие, которые три курса за год сдают. Я считал про таких. Ломоносов, когда пришел, первый раз стал там, где-то бы над ним смеялись, он старше всех. Но прошел год, смеяться все перестали. Он всех обогнал. Курс за курсом сдает. В Германии работал, учился. И, наконец, ни одного ученого нет, который мог ему что-то сказать. Это наш Ломоносов. Михаил Васильевич. Вот какое дело. Это примеры для нас. Так что ему и скажи, давай, завучиви. Которые стихи тебя сильно коснутся, они будут золотыми называться для тебя. Которые заставят тебя прославлять Бога. И одновременно, чтобы читал псалтырь. Он найдет многое там. Вот все. Понял. Спаси Христос. Так, отошел.